Давненько не показывала косметику, буду сейчас красить, а заодно и покажу. У меня сейчас нет какого-то определенного консилера, поэтому все очень просто. Тональная основа Evelyn, оттенок 005. Куплен в подружке и летом он светловат, а на зиму нормально. Ну и вот эта штучка тоже куплена в подружке. Мою каждый раз после использования. А так обычно покупаю консилер Catrice. Ну тоже какой-то светлый оттенок. Сейчас пока за неимением как-то так намазюкалась. Пудра Noba, оттенок 56. Румяшки Make Up Forever B302. Это какой-то пробничек из коробочки красоты, но вот я им до сих пор пользуюсь. И я из тех людей, которые сначала целиком косметику используют, а потом уже что-то новое покупают. Ну очень редко я покупаю что-то лишнее. Бывает, конечно, но крайне редко. Все, чуть-чуть. Ну мазюкова готова. Дальше идет карандашик Pacifica. Покупала на iHerb буквально недавно. Его я использую на слизистый, он такой бежевенький. Вообще хочу купить какой-нибудь синенький карандашик для слизистой. И интересно мне посмотреть, будет ли он работать лучше, чем белый, потому что белый слишком бросается в глаза. Заветом Крыгиной, например, розовый и фрашей я что-то давно уже найти не могу. Хотя совет у нее был в этом плане очень классный. Ну в общем нашла альтернативу. Очень мягкий, хороший, на слизистый держится долго. Прям прекрасный, минеральный. Ну что еще для счастья нужно? Глаз немножко так распахивает. Последнее время я отошла от таких явных черных стрелок. И вообще я так понимаю, что буду от черного цвета потихонечку уходить, смотреть какие-то более коричневые стрелки. Ну и из разряда пока не допользуюсь, не выкину. Это у нас Physicians Formula в черном цвете, но он у меня полузасохший. Что мне в общем-то и нужно. И на самом деле покупала давно. И к тому моменту, когда я купила, уже по ходу дела формулы изменили у этой рисовалки. Ну или у меня какие-то проблемы с подачей цвета. Ну короче она очень слабо рисует. Она рисует таким серым оттенком. Я последнее время подкрашиваю вот чуть-чуть с уголочка и чуть-чуть вот... Короче сам уголочек подкрашиваю и все. И как-то мне это сейчас нравится. Ресницы нижние перестала красить. А вот с таким подчеркиванием... Ну в общем-то кажется, что будто бы они накрашены. Причем накрасила и пальцем даже подтерла, чтобы было это все неявно. Как-то... Ну хочется, чтобы выглядело так, как будто бы минимум макияжа. И ну как бы это последнее, что я делаю. Это тушь тоже Эвелин Косметикс. У нее щеточка такая своеобразная. С двух сторон длинные щетинки, а с двух других сторон коротенькие. И не знаю, как правильно ей краситься. Там какой стороной сначала, какой стороной потом. Но в принципе мне ее дали на замену кабаре золотой. И знаете, нормально. Не осыпается, хорошо прокрашивает. Поначалу, когда было свежее, новое, ну красила так себе. А когда немножечко, видимо, там подсохло или еще что-то, стало все хорошо. Я люблю, когда ресницы сильно накрашены. Собственно, и все. Ну помаду перед выходом из дома. Или прямо сейчас. Помада Catrice оттенок 0.30. Я хочу купить 0.20. 0.30 она такая, ну довольно темненькая. У меня еще есть 0.10, но она слишком светлая. Ну как-то так. Ну консилер надо купить. А то тональником не дело, конечно, под глазами мазать. Эйфория. Куда она мазюкивает-то, даже не знаю. Можно либо вот так вот, типа как веснушки, а можно вот так. Сейчас попробуем как-нибудь. Вскрываем. Ой, как все блестит и закрывает. Только что-то даже этих блесток-то и не видно. Они незаметны даже. Ну, ладно. Пока болтала, у меня уже волосы начали подсыхать, завиваться. И сейчас я прохожу такой период выпрямления. Поэтому заодно, кстати, покажу, как я делаю свою вот эту вот прическу. Моем многострадальный брашинг. Тут рассказывала о том, что хочу его заменить. Хочу его заменить на точно такой же, только побольше объемом. Нет в магазинах. И спрашивала я во многих местах. Что-то говорят, что их редко такие доставляют, поставляют. У меня вроде как записалась лист ожидания. Мне нравятся именно деревянные. А не всякие там железные, ионик. У меня они как-то не подошли. На волосы наношу левин, и на кончики карстарта. Алафия все с Айхерба, и все мне очень подошло. Мне очень нравится. Пробовала до этого разные всякие средства. Эти штуки как бы я использую и для выпрямлений, и для поддержания кудрей. Так что, ну, при кудрявом методе очень универсальны. И таким образом защищаю волосы от того, чтобы они окончательно не пересохли. И как-то их увлажняю. Мне кажется, все равно каждое выпрямление – это новые секущиеся концы. И меня это прям раздражает. Наношу практически по всей длине, корни стараюсь не задевать. А геля Алафия на вторую половину волос, на нижнюю, ближе к концу. Так, прям сверху их. Удобнее делать вниз головой, конечно. Просто на камеру я это не сделаю вниз головой. Руки только помыть осталось. Конечно же, сушусь я в ванной. Исключительно только в ванной. А не на кухне. Там мне удобно будет показывать. Фен Babyliss Pro. И сначала я сушу на самой высокой скорости. И на средней температуре. Ну и основная сушка будет на средней температуре. И только финальные штрихи будут на самой высокой. Это-то и портит волосы, наверное. Разделяю волосы на две части. Вот всё, что сверху, выбираю в хвостик. Во влажном ещё состоянии, чтобы... А, они всё равно уже подсохнут, пока я буду сушить. И теперь сушу только нижнее. Сушу. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Довожу волосы до сухого состояния на средней температуре. При этом периодически я их то вот так вот просто провожу феемом до самого конца, то подкручиваю и вот так сушу. Теперь я переключаюсь на высокую температуру и финально очень быстро по вершкам, чтобы сильно волосы не перегреть, уже как бы вот буквально там 4 раза. Пройдусь феном горячей температуры аккуратненько с искренней надеждой, что я не сильно испорчу волосы. Если когда я сушила, я феном не прислонялась к щетке, то сейчас, ну, короче, как-то так, допустим, да, то сейчас я довольно плотно уже фен прижимаю к щетке, чтобы он четко сушил. Ну, если волосы не засушить, они будут сильно-сильно пушиться. На другом случае будут пушиться, но еще сильнее будет. Ну, вот нижняя часть готова. Точно так же абсолютно сверху. Когда волосы именно сушу, кончики сами я не просушила, я их сразу закручиваю, ну, то есть по ним фен не вожу. Тоже в избежание сечения, но я не знаю, как получается спасти их или нет. По-моему, нет. Ну, а дальше я верхнюю часть распускаю и вот так вот пошла, отделяя пряди. Сильно они мне не мешают уже в распущенном состоянии. Сильно они мне не мешают. В идеале, когда есть несколько брашингов, если хочется прям такие локоны-локоны, то вот нагрел, подержал и вот прям расческу оставляешь вот так вот в волосах до тех пор, пока она не остыла. И когда ты ее потом снимаешь, если она, конечно, не застряла, локон получается, но не в данной ситуации, но это можно сделать. Красота. Если бы подольше подержала, было бы ничем. Так, ну, короче, вроде высушила. Мне здесь на экранчике ничего не видно толком. Ну, и финально пройтись там вот, пригладить, определиться с пробором. Сзади еще там пару прядок, наверное. Сзади всегда хуже, всегда смотрится. Ну, короче, как-то так я делаю свою вот эту вот укладку. Ну, гарантированно, что на кудрявых волосах вот такое выпрямление будет смотреться объемным. Скорее всего. А насчет всех остальных волос, которые не пушатся, которые там сами по себе не сотворяют объем, я не уверена, что такое выйдет. Хотя, наверное, если запшикаться их к стайлингам, это даже и поживет какое-то время. Ну, у меня обычно, если я пользуюсь какими-то дополнительными силиконовыми штуками, закреплялками, да или, в принципе, просто на силиконовом уходе, все это держится дня два, ну, аж три. А без силиконов, особенно когда точка росы определенная на улице, вот такой ноль плюс-минус, или влажность дикая, или в квартире жарко, уже нижние начинают к вечеру биться. Иногда это не видно, а иногда и видно. Вот такие вот редкие вставочки бьюти-блога, ну, давно не делала, мне кажется, что хотя бы раз в год какие-то обновления, новинки, они имеют место быть. Вот сегодня тоже пойду, кстати, в подружку, скорее всего, дифкам блёстки покупать. Они очень просили. Кстати, пока осушилось, у меня что-то такое ощущение, что летали вокруг меня блёстки, то есть обсыпаются от фена, то есть блёстки – это вот прям должен быть финальный штрих. Вот. Ну, ничего так выглядит. Опять же, волосы можно закрутить в разные стороны. Можно вот так вот, можно в другую сторону. Я как бы не парюсь, потому что, ну, сколько лет уже, руки сами помнят, в какую сторону накрутить волосы. И как они лежат, так я к ним. И привыкла. И иногда получается по-разному. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok